здравствуйте меня зовут дмитрий курочкин я представляю интернет-магазин call of hunk который продает духовые манки на уток и гусей также являюсь простаффом price on custom calls в россии и человек потенциальный покупатель задал вопрос чем отличается манок с двумя язычками на белолобого гуся от манка с одним язычком манки из пластика его интересовали в принципе это приравнено к любым манкам будь то они из дерева или из акрила контекст этого вопроса содержал еще был такой под вопрос залипает ли этот манок или не залипает скорее всего это наверное характерно характерная черта манков утинах общаясь с манками и работая с манками rice on custom calls у меня ни разу манок не залипал если вдруг он у кого-то залипает то здесь проблема не в самом манке а проблема именно выдуве это может быть первое что второе манок может быть грязный засоренный попала соринка слюни накопились не знаю что там еще можно может попасть в него и настройка манка то есть вы поковырялись изначально манок вам приходит настроенный перед отправкой манок я как правило стараюсь проверить если я отправляю и даже если этот манок пришел не проверенный нами он любом случае приходит настроенный и проверенный биллом дэнилсом в этом никаких нет ни доли нет сомнения то что этот манок может залипать это все полная ерунда единственное что один раз это было может быть кто-то сейчас это видео смотрит если у кого-то есть манки с серыми внутренностями этот эксперимент у нас был перед весенним открытием этого года 13 здесь вот черные внутренности а есть ман манки райстен кастом холл с серыми внутренностями там возможно то что манок может давать не тот звук и возможно подлипать поэтому свяжитесь с магазином call of hunt выйдите на связь по телефону или по электронной почте и вам эти внутренности заменят то есть отправите вы за свой счет соответственно магазин отправит за свой счет вам внутренности далее что касается как раз вот я взял два манка одинакового цвета так получилось один из них с одним лепестком один из них с двумя лепестками кстати вот этот цвет цвет лузианской футбольной команды вот этот манок с одним лепестком здесь видно то что это один лепесточек я не обманываю я его собираю одену вот на этот на этот палец и достану второй манок я не гудине обманывать некого вот видно то что второй лепесток второй лепесток он сделан из более тонкой мейлара чем нижний лепесток и он стоит намного короче середины и либо же в середину длины нижнего лепестка таким образом как бы поджимает нижний лепесток соответственно как уже напрашивается вывод то что этот манок будет немножко тяжел на продув то есть есть его можно настроить немножко ниже от этого он будет легче продуваться но потеряются какие-то верхние звуки частота верхних звуков может потеряться соответственно ты первое отличие в двух язычковом манке немножко сложнее выдув тем что нам нужно подать воздух сильнее потоком чтобы второй язычок включился в работу в этом манке с одним язычком это сделать намного проще поэтому тут как бы палка двух концах какой манок купить 1 или 2 лепестковой чтобы человек был счастлив уберите выбор как так по моему это пословица но не суть суть в том что 1 язычковый манок самый такой оптимальный вариант для новичка он его может конечно в итоге разобрать все через это проходили разбирали манок а собрать двух язычковый будет намного сложнее чем 1 язычковый преимущество этого двух язычкового перед одно язычковым опять же это все приходит с опытом и на 1 язычковым можно будет делать те вещи которые на 2 язычковым делается на 2 язычковом манке можно сделать сочный низкий звук таким образом как новичок например взяв 1 язычковый не сделает сразу на этом манке на 1 язычковым но опять же если останавливаться на простоте работы проще на одном проще на другом любом случае на обоих манках нужно будет приложить усилия и сам манок за вас манить не будет внешне они все одинаковые цветовая гамма этих манков различная если и форма одинаковая одинаковая тоновая доска единственного то что там один язычок стоит здесь два язычка но сделаю небольшую отклонение посмотрите на канале call of hunt на ю тубе есть видео с конференции я буквально недавно заходил на этот канал и обнаружил что оказывается там просмотров то совсем ничего то есть народ не знает что они были весной прошлого года здесь в россии и давали интервью то есть они обо всем этом говорили и билл дэниелс и джеймис майерс говорил брайн на какие-то вопросы брайн харрис отвечал майк миллер на какие-то вопросы отвечал но в любом случае там огромнейшая коллекция видео кусочками нарезанная по которым можно как бы найти любой ответ я по сути повторяю то же самое что говорили ребята которые делают эти манки также они там показывали чем отличает ну как звучит одна лепестковый манок и как звучит двухлепестковый манок сейчас я попробую показать это дело опять отложу покажу это вот манок двух язычковый я его одену сейчас на палец на этот да не получится ладно я уберу в карман еще раз покажу манок с одним лепестком манок с двумя лепестками как он звучит манок с двумя лепестками опять же это мое исполнение у кого-то может быть он звучать совсем по-другому вот так вот звучит манок с двумя лепестками из поликарбоната точно так же точно такое же будет различие по звучанию с манками из дерева если взять с одним и с двумя лепестками из акрила ну собственно все два маночка один с одним лепестком второй с двумя лепестками и у нас 10 минут уже получилось видео что хочется еще сказать с этого ролика я как бы хотел и наверное начну делать обзор тех манков которые у меня есть те манки которые есть в магазине буду брать скажем новый манок в магазине Call of Hunt и рассказывать про него обзор делать смотреть что у него входит в комплектацию и размеры его что внутри то есть чтобы меньше как бы народу задавало какие то вопросы они все равно будут ну и интересно будет самому как бы посмотреть еще раз начну наверное с линейки Riceland Custom Calls обзор сделал всех манков которые они делают которые продаются в России ну а там посмотрим что получится если будет интересно то буду продолжать дальше также ожидайте продолжение видео обучающего по освоению короткоязычкового духового манка на белолобового гуся от покупки манка к охоте я сделаю продолжение третью часть это двойные и тройные клики и четвертую часть разбор именно охотничьей ситуации те которые звуки используются на охоте буквально недели через полторы я поеду на охоту в Карелию и постараюсь там непосредственно на охоте заснять обучающее видео до скорых встреч до новых встреч кладочку и до новых встреч нах expenditures